Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем обсуждать самые интересные трансферные слухи, связанные с российским футболом. И мы сосредоточимся на московском ЦСКА, который может продать своего нападающего Адольфа Гарича в итальянский клуб Дженуа, где, кстати, выступает Эльдор Шамуродов, узбекский форвард. И мне стало интересно, а что же пишут итальянские фанаты касательно данного возможного трансфера. Я зашел в Facebook, Twitter и другие соцсети и собрал тут самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Ну и кстати, хотелось бы напомнить вам, что у меня есть еще один канал, который посвящен кино и сериалам. Ссылочка будет в описании. Здесь я разбираю последние киноновинки, а также популярные сериалы. Вот, например, сейчас я готовлю разбор последнего сезона сериала «Викинги». Так что, если вам интересны новые свеженькие фильмы, а также разборы сериалов «Игра престолов», «Викинги» и так далее, проходите по ссылке в описании на мой второй канал. Анализа Пиратсо написала «Смущает статистика Гаича в чемпионате России. Один гол в 18 матчах. Какой-то слабый нападающий». На что Марко Спарсо написал «Забавно, но у Эльдора тоже был один гол в текущем сезоне Российской лиги до переезда к нам. Но он в итоге смог принести много пользы Дженуа. Думаю, и Гаич тоже будет хорош». Ну, что забавно, действительно, у Эльдора до перехода в Дженуа в текущем сезоне был всего один гол. Правда, не в российском чемпионате, а в рамках Лиги Европы. Он забил Макаби. Пьетро Канези написал «Очередной мощный нападающий. Не слишком ли много игроков одинакового типажа?» Но это намек на то, что в Дженуа сейчас в основном мощные форварды и Шамуродов, и Скамака, и тот же самый Пандев, тоже немаленький футболист, 184 сантиметра. В общем, здесь вполне себе обоснованное мнение, зачем тут еще один мощный нападающий, тот самый Гаич. Франко Касарето написал «Если ЦСКА согласится прописать сумму выкупа за 6-7 миллионов, то можно соглашаться. На большее у нас не хватит средств». Ну, в рамках нынешней, скажем так, ситуации финансовой, конечно, у многих итальянских клубов не хватает денег на какие-то серьезные покупки. Но, на мой взгляд, в принципе, Дженуа может заплатить и 9 миллионов, и 10, чтобы ЦСКА смог хоть немножко заработать на перепродаже Гаича. А иначе я особо не вижу смысла ЦСКА отдавать футболисту за меньшие деньги, чем они его покупали. Роберто Мандлеоне написал «Как, видимо, в ближайшее время мы действительно продадим Скамаку или Шамуродова. Гаич – это игрок на замену. Он тоже высокий и мощный, и может заменить как Скамаку, так и Шамуродова». Но, опять же, к вопросу о том, что в Дженуа много мощных нападающих. И вот сейчас есть слухи, что Скамак и Шамуродов могут перейти в Ювентус. Я в эти слухи, ну, не особо верю. Но вот Гаич теоретически может их заменить. Альдос Кацити написал «У нас будет связка из России. Гаич – Шамуродов. Возможно, российское прошлое поможет им быстрее сыграться». Ну, не думаю, что Гаичу это поможет. Да, Шамуродов в России долго играл, но Адольфа Гаич у нас и полгода толком не провел. Поэтому здесь говорить о том, что Гаич как-то опросел, наверное, не стоит. Андреа Барлетта. При Балардини он может раскрыться. Но нужно прописать сумму выкупа. Иначе он просто вернется в Россию, но уже окрепшим. Получится, что мы просто поможем ЦСКА раскрыть талант этого футболиста. Но я думаю, армейцы будут не прочь, если Гаич заиграет на нужном уровне и вернется в ЦСКА. А вот совершенно другим игроком. Ну и Сантино Скирити написал. «Мы, видимо, решили скупить всех нападающих из российской риги. Надеюсь, этот парень будет результативнее Узбека. Он хоть и мало забивал в России, но у себя в Аргентине показывал отличную игру». Ну что ж, в Аргентине Гаич забивал много, в России как-то не сложилось. Ну а касательно результативности посмотрим, что будет с ним, если он перейдет в Дженуа. По последней информации, именно Генуэзский клуб является главным претендентом на покупку Гаича. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!